В шесть часов на пульт централизованного наблюдения отдела государственной службы охраны при УМВД Украины в городе Севастополе поступило сообщение о потере связи с прибором охранной сигнализации, установленным в салоне-магазине «Киевский ювелирный завод», расположенном в центре города. Чтобы установить, что стало причиной срабатывания сигнализации и обследовать само помещение, работники милиции вызвали хозяев магазина. До их приезда магазин был взят под охрану. Милиционеры также блокировали все выходы из магазина и дома. Через некоторое время к магазину прибыл наряд БПС. Милиционеры сообщили коллегам, что их вызвали жильцы дома. Женщина обнаружила брешь в смежной с магазином стене. Она и открыла правоохранителям дверь подъезда. Как оказалось, их кто-то заблокировал изнутри арматурным прутом, поэтому женщине пришлось приложить усилия, чтобы впустить милиционера в подъезд. Выяснилось, что и другие двери в подъезде были заблокированы. Милиционеры у ГСО обследовали стену магазина и обнаружили в ней проем размером 80 на 90 сантиметров. Именно через него злоумышленник и попал в магазин. На место происшествия немедленно была вызвана следственная оперативная группа Ленинского райотдела милиции. Когда прибыли представители ювелирного магазина, милиционеры смогли осмотреть помещение. У пролома на стены находился мешок с ювелирными изделиями, которые злоумышленник приготовил на вынос. А из самого магазина он похитил большое количество ювелирных изделий. Камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, зафиксировали, что злоумышленник действовал достаточно хладнокровно. Даже когда прибыли сотрудники милиции, он не бросился бежать, а продолжал собирать ювелирное украшение в сумку. И лишь потом пролез через отверстие в стене. В ходе поквартирного входа вышеуказанного дома было установлено, что в квартире, расположенной третьем этаже, проводится ремонт. И получена информация о том, что причастен данной краже строитель, который там проживает. Когда прибыл хозяин и правоохранители зашли в квартиру, там они обнаружили 26-летнего строителя. Молодой человек делал ремонт в этой квартире. У него были изъяты похищенные из магазина ювелирные изделия. По предварительным данным, сумма ущерба составила более 1 миллиона гривен. Следует отметить, что данное преступление было тщательно подготовлено. Во-первых, преступник сумел найти слабое, уязвимое место в технической укрепленности объекта, что говорит о его довольно высокой квалификации. Во-вторых, зная о том, что на объекте размещены камеры видеонаблюдения, преступник при помощи одежды попытался изменить свою внешность. Работа он, конечно же, в перчатках. И в-третьих, для того, чтобы обеспечить себе комфортные, в кавычках, условия работы, преступник заблокировал входы в подъезд, чтобы сотрудники милиции, случайные прохожие, граждане не могли его застать в момент проникновения в ювелирный магазин. Сам содержанный даже не думал, что работники милиции так быстро его найдут. Ведь он, по его мнению, все спланировал заранее. Заблокировал арматурой все входы в подъезд, демонтировал металлические двери, защищавшие отверстия из подъезда дома в магазин. Разобрал кладку из кирпича, попал в торговый зал магазина и похитил ювелирные изделия. Он и не предполагал, что работники милиции будут искать его в доме, где расположен магазин. Слава Богу, молодцы ребята, которые быстро сработали. Молодцы охранно-технические, выезд, который был, то, что они подъезд блокировали. Все было настолько профессионально сделано, шансов не было уйти. Ну и молодцы ребята, которые быстро вычислили. По данному факту начатое уголовное производство по части 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Кража, совершенная в особо крупных размерах.